Восстановление храма – дело нелегкое. Гораздо проще и дешевле построить новый. Однако не все то, что проще – лучше. Именно в возрождении порушенных святынь и есть свой глубокий смысл. Реконструкция храма Благовещения в селе Благовещение идет уже четвертый год. И все это время активное участие в строительстве принимают жители нашего Одинцовского района. Инспекция фундамента, укрепление сводов, первоочередные фасадные работы – большой и не всегда заметный труд. И вот теперь очередь дошла до куполов. Их установка, наверное, первый яркий и сразу заметный этап. Столько понадобилось трудов, чтобы дойти до этого этапа, чтобы можно было подготовить кровлю, своды, стены. И вот, наконец-таки, мы с вами видим такое радостное событие, торжество. Храм венчается куполом, колокольня, четверик основной. И теперь уже, конечно, всякие, смотрящие на храм, сразу узнают в нем святыню, узнают в нем место, где люди обращаются к Господу Богу. Так что, конечно, очень радостно. И также знаменательно, что это происходит в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Храм Благовещенский, Богородичный. И это другой праздник, тоже посвященный Божьей Матери. Перед подъемом куполов с крестами совершается особый чин их завещения. Купол храма символизирует небесную твердь. Он похож на шлем, потому что церковь земная – это церковь воинствующая, сражающаяся с духами зла. Вместе с тем напоминает купол и пламя свечи, устремленное вверх, подобно молитве верующих. Важная веха в новой жизни храма Благовещения еще не означает, что работа по его восстановлению близка к завершению. На этот год мы планировали сделать колокольню, усилить, своды сделать, шатер поставить и увенчать это куполами. После установки куполов, естественно, мы уже снимаем леса и будем приступать к устройству кровли. С момента начала восстановления храма прошло почти 4 года. Но даже сегодня, после подъема куполов, говорить о каком-то окончании строительства еще рано. Впереди кровельные работы, устройство от мосток и установка оконных блоков, реставрация фасадов. Необходимо заново провести все коммуникации, и это не считая полной внутренней отделки. Но, как известно, только идущий сможет осилить дорогу. Сердечно благодарю всех и призываю присоединиться тех, кто имеет такую возможность. Потому что таланты – это время и возможности, которые дарованы нам Богом. И мы с вами не выбираем то, что нам с вами дано, но выбираем, каким образом это можно использовать. Божьей помощью всем поздравляю всех с праздником и с великой радостью. Увенчан храм Благовещения Пресвятой Богородицы в сегодняшний день Рождества Богородицы. Уже сегодня в Благовещении начинают происходить маленькие чудеса. Рядом началось строительство большого сельхозпредприятия. В село, десятилетие стоявшее почти пустым и не имевшее никакой надежды на возрождение, начинает возвращаться жизнь. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».